Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Добрый день всем, кто нас слушает за экраном. Позвольте представить наш доклад на тему таргетный подход в лечении диссиминированного гормон положительного пиктрисея позитивного рака молочной железы. Как известно, мутация в гении пиктрисея встречается около 40% больных рака молочной железы. Согласно данным отечественного реферес-центра, данная мутация встречается в 30%. По данным Всемирного регистра, в 40,5%. В нашей исследовательской базе МИС-онкологии Петрова протестировано более 150 больных рака молочной железы. Из них обнаружены мутации в гении пиктрисея у 44%. Немножко поговорим о препарате, который является на данном момент опцией у больных с мутацией в гении пиктрисея. На данном слайде вы видите исследование SOLAR-1, которое стало регистрационным для алпелисиба. Мы видим, что медиана выживаемости без прогрессирования у пациентов, получающих комбинацию алпелисиб и фолвестрант, была 11 месяцев по сравнению с контрольной группой. И также медиана общей выживаемости достигала 39,3 месяцев. Также алпелисиб является опцией для пациентов с мутацией пиктрисей, которые запрогрессировали на ингибиторах CDK4,6. Мы видим двукратное увеличение медианы выживаемости без прогрессирования у пациентов, получающих алпелисиб по сравнению с другими видами терапии. Медиана выживаемости без прогрессирования 7,3 месяца. Также следует отметить, что комбинация алпелисиб и фолвестрант также является опцией для пациентов, которые получали уже фолвестрант в линии до комбинации алпелисиб плюс фолвестрант. Медиана выживаемости без прогрессирования у таких пациентов достигала 5-4 месяцев. Согласно нашей исследовательской базе, пиктрисей мутация была обнаружена у 66 пациентов. В настоящий момент получают лечение алпелисиб плюс фолвестрант 20 человек. Из них, как мы видим на данной диаграмме, пациенты получают комбинацию во второй, в третьей и последующих линиях. Если говорить о характеристике метастатического поражения, то мы видим, что больший процент метастатического поражения приходится на кости и легкие. Позвольте перейти к клиническому случаю. Сегодня мы с вами поговорим о больной, которой было 42 года на момент постановки диагноза. Больная заболела в 2009 году. В 2009 году у больной обнаружен рак левой молочной железы Т2Н0М0, по поводу которого она получила комплексное лечение, включающее в себя операцию, адювантную полихимиотерапию по схеме АЦ и лучевую терапию. Гистологически было заключение инвазивный рак, иммуногистохимический рецептор эстрогена были 4 балла. В 2016 году возник локальный рецидив, по поводу которого была проведена операция секторальная резекция левой молочной железы. Гистологическое заключение соответствовало карциноме молочной железы рецептора эстрогена были 8 баллов. В связи с этим больная получала тамоксифен с 2016 по 2019 год. Однако в 2019 году возник метастаз в легком грудине, лимфоузлах шеи. Гистологически соответствовал метастаз первичному гистологическому заключению и иммуногистохимическому. То есть рецепторы эстрогена были 8 баллов. Больная получала фулвистрант с изолидроновой кислотой с 2019 по 2020 год. Однако в 2020 году возникло прогрессирование в мягких тканях передней грудной стенки. Больная была переведена на комбинацию литрозол с ингибитором СИК-4,6 балбоциклибом. В это же время была обнаружена мутация в гене ПИК-3СЕ. При очередном контрольном обследовании в 2021 году выявлено прогрессирование по шкале Рецест 1.1-53%. И что делать дальше? Такой больной был назначен следующий режим – алпелисип и фулвистрант. По данным контрольного обследования в феврале 2020 года мы видим, что мягкотканный компонент в передней грудной стенке значительно уменьшился. По шкале Рецест это было расценено как 13,3%, что соответствовало стабилизации. С июня 2020 года по август 2020 года мы также видим, что опухолевый процесс находится в рамках стабилизации. То же самое мы можем с вами наблюдать на контрольном обследовании КТ органов грудной клетки. Очаг от ноября 2021 года к февралю 2022 года значительно уменьшился, а с июня по август соответствовал стабилизации. Был в рамках стабилизации. И таким образом к ноябрю 2022 года все очаги, весь опухолевый процесс расценен как стабилизация. Еще раз мы видим на данном слайде, какой большой путь прошла данная пациентка. И хочется отметить вот что. При назначении комбинации ЛПЛСИП и Фулвистрант мы оценивали факторы риска развития гипергликемии, так как в исследовании Solar-1 было доказано, что гипергликемия является одним из основных побочных эффектов. Пациентка была отнесена к группе умеренного риска, так как у нее был отягощен наследственный анамнез. В семье болели сахарным диабетом второго типа, поэтому ей была назначена профилактика метформина в дозировке 500 мг один раз в день. И также для профилактики появления сыпи больной был назначен сатиризин в дозе 1 мг один раз в сутки в течение первых четырех недель. Таким образом нам удалось достичь того, что таких осложнений, как гипергликемия и кожная токсичность, не наблюдалось. Также хочется сказать, что по всем вопросам профилактики и коррекции гипергликемии у пациентов, которым назначен алпелисип, вы можете звонить по указанному номеру телефона. И вас проконсультирует эндокринолог МИЦ-онкология имени Петрова. Подведем итоги. Мутации пиктрисея встречаются у 40% больных с метастатическим раком молочной железы. Алпелисип у фуллистран дает возможность пациентам с мутацией в гене пиктрисея получить дополнительную линию таргетной терапии, в том числе у пациентов, получавших ранее фуллистран, и ингибиторы CDK4.6. Гипергликемия не препятствует достижению длительного ответа на терапию. Пациентам с риском развития гипергликемии следует назначать профилактический прием метформина. Для профилактики сыпи рекомендован прием антигистаминного препарата без седативного эффекта, например, цитиризин в дозировке 10 мг в сутки в течение 4 недель. Большое спасибо за внимание!